Первая половина января 2022 года, на улице плюс 15, даже более жаркая погода. Аказий оказался в Абширонске. Обычно проезжаешь этот город, когда едешь в Лаганаке или куда-то дальше, всегда проездом. Вот сейчас вот приехали сюда, потому что дальние родственники, родственники родственников живут в Абширонске. И сейчас находимся в парке Абширонска. Википедия говорит, что в Абширонске проживает почти 40 тысяч жителей. В муниципальном объединении города Горячий Ключ живет 70 тысяч жителей. Но на первый взгляд в Абширонске, Абширонск гораздо, так сказать, просторнее или больше Горячего Ключа, более разбросанный. Еще из истории известно, что Горячий Ключ когда-то относился к Абширонскому району. Родственники живут в районе больницы. Там находится Армянская церковь. Не успел репортаж сделать. А так встретился с церковнослужителем и попытался узнать у него, чем же отличается Православная церковь от Армянской Православной церкви. Но, откровенно говоря, я ничего не понял из его объяснений. Вот так вот. Википедия говорит, что армянского населения здесь около 10%. Вообще говоря, когда-то давным-давно в Хадыжинске или вообще рядом с Абширонском была Армянская Автономная Республика, которую потом расфермировали. Абширонск был основан в 1863 году, ну а Горячий Ключ был основан в 1864 году, то есть на год раньше. И он был сделан, основан здесь для того, чтобы усмирять аул, который находился в Хадыжах, Хадыжинске. И это успешно все это было сделано, и вот таким вот образом появился Абширонск. Потом в дальнейшем станица была приобрезована в поселок, и вот таким вот образом образовался Абширонск. Из промышленности, которая здесь есть, это лесоперерабатывающие, лесопромхоз, кстати говоря, народ, который пилит разнообразные, пилит дерево, деревья в, ну, древесину в Горячем Ключе, он, вот этот лесопромхоз находится в Абширонске. Вот, вот такая вот история. Вот этот пар, пришли мы ему за 5 минут. Так, с Абширонск, 150 лет, пошел в 1863 году. Орвел тут. Вот, смотрите, какие жаркие парни. Да, потому что Санкт-Петербург. Конечно, парк не сравнить с Горячим Ключом. Он гораздо ширше и больше, не примыкая сразу к лесу. Массиву, но здесь тоже красиво. Уютно, молодежи много. Детишек много. Обычно Абширонск проезжаешь, когда едешь в Лаганаки. Тогда, оказывается, по некоторым маршрутам проще ехать через Абширонск. Здесь ехать Черниговское. Но если ехать в Гузериполь, то иногда проще ехать через Майкоп. Что же еще можно сказать по Абширонску? В принципе, люди, у которых бюджета не хватает на Горячий Ключ, выбирают нечто подальше от Горячего Ключа. Например, Абширонск. Все хорошо. Единственное, что стоит иметь в виду, что чем дальше вы выбираете недвижку от Красадара, тем дольше добираться до Красадара. Это нехорошо и неплохо. Если, скажем, в Горячем Ключе вы живете, то можете за один день заехать в Красадаро, сделать все свои дела и вернуться. То есть всегда на общественном транспорте, то в Сапширонске такое дело может пройти весьма относительно. Потому что отсюда до Красадара будет как минимум два часа. То есть вы едете два часа до самого Красадара, потом час внутри Красадара и обратно такая же процедура. Вот такая вот здесь детская площадка. Когда это может сказаться? Ну, допустим, если вы вот этот долгость или вот этот недосадок. Когда вам, допустим, нужно попасть в какую-то поликлинику? Вы доедете до Красадара два часа, потом доедете до самой поликлиники еще час, потом будете ждать в регистратуру еще час-два. И как раз к концу вот этого всего ожидания, скорее всего, еще чем-нибудь заболеете. Вот. Подобные детские площадки, наверное, устраиваются сейчас везде по всему Красадарскому краю. Потому что недавно в Горячем Ключе в районе озера тоже сделали такие же площадки. Единственное, что там еще сделали теннисный корт. Ее облагородили саму парковую зону. Из Горячего Ключа до Обширонской можно доехать двумя дорогами. Это через Саратовскую, потом через Черниговской, потом до Обширонской. Это получится примерно час езды. И точно такой же другой вариант будет как бы напрямую, но будет через Хадыжинский. И как-то ни странно звучит, этот путь через Хадыжинский будет гораздо дольше и более проблемный. Потому что до Кутаиса вы дойдете, смотрите, какие львы, дойдете по нормальной асфальтовой дороге. А после чего начинается грунтовая дорога. Городом притяжения для такого города, как Обширонск, является Белореченск. Белореченск гораздо более большой город. Там больше работы. И народ из Обширонска, Хадыжинска едет в Белореченск. Точно так же, как и из Горячего Ключа, городом притяжением является Краснодар. Потому что до туда миллионный, а может быть даже еще более населенный город. В более населенном городе гораздо больше находится работы, чем в таких небольших городах. Ну и соответственно, конечно, станицы рядом с Горячим Ключом. Народ едет оттуда в Горячий Ключ, а ну и с Горячего Ключа едет в Краснодар. Ну и из Обширонска едет в Белореченск. Если я не прав, то, пожалуйста, поправьте меня. В парковой зоне, видно, скрывается этот дом. Домик, если посмотреть на застройку примерно 80-х годов, то тогда она получается более качественной и красивой, чем в Горячем Ключе. Потому что, вот смотрите, какой топик в Горячем Ключе такого не встречается. Вообще, Горячий Ключ начал развиваться после того, как была проложена трасса М4. И появилось стратегическое направление. Недалекость расстояния от Краснодара. И после того, как был сам разделен этот Обширонский район на Горячий Ключ. Муниципальное объединение города Горячий Ключ и Обширонск. Тогда началось второе дыхание этого населенного пункта. Мне, так кажется, я был не прав. Большой парк. В принципе, если сравнивать с парком на озере, то примерно даже больше. Больше парка на озере в Горячем Ключе. Ах, да, забыл еще одно сравнение сделать с Горячего Ключа и Обширонска. В Горячем Ключе есть все-таки 5-километровая, почти 5-километровая пешеходная зона. В Обширонске, да и вообще других населенных пунктов, или в Краснодарском крае, да и вообще, наверное, по стране этого очень можно редко встретить. То есть, в Горячем Ключе гораздо лучше и проще прогуливаться. Потому что здесь, ну, еще вот, мы сейчас круги нарезаем по парку. Нарезаем, нарезаем. Медийно придвигаемся к памятнику. Это, видимо, какой-то тепловоз для узкоколейки. Смотрите. Ту-сем-а. Михаил, говори, где вы с детьми гуляете? Здесь, на площадке. Здесь? А еще где? Еще в центре. Ну, сравни Горячий Ключ и Обширонск. А Горячий Ключ-то побольше будет. Побольше, что по населению? По-моему, по населению больше, Обширонске, как-то, мне кажется, больше. Да и сам как-то город побольше. Обширонск. Нет, Горячий Ключ. Нет, Горячий Ключ? То есть вы гуляете здесь еще, получается, рядом с рынком есть, да? Да, да, чуть-чуть подальше. А рынок вон с той стороны, да? Ну, напротив, вот здесь рынок. А, вон что, мы, получается, практически до рынка доехали? Да. Тогда я получу... Мы... Река перейти, мы выйдем на сцену. А река здесь пшиш, белая. Окей, не знаю. То есть вы здесь гуляете? Да, мы вот сюда приедем. А еще какие места, где можно погулять, на велосипеде поездить? На велосипеде не получается? Не знаю. Ну, вот мы вот около центра еще гуляем. В центре, это там, где кольцо, что ли? Нет, в центре тут, недалеко. Ага. В общем, там, как-то на маленький земле. Там, где елка сейчас остановлена. Мы оттуда, до туда пешочком сможем дойти? Можем пешочком дойти. Там не очень-очень. Там, за рынком. Чуть-чуть дальше. Парни играют на одно кольцо. Переходим через мост, через реку Пшиха. Пшиха впадает в белую. Ну, по размерам гораздо меньше, чем Псикупс. И вот с той стороны, если не ошибаюсь, начинается рынок. Рынок такой большой должен быть. Больше, чем в горячем ключе. Там, Широнская, новогодняя елка, гораздо красивше, чем в горячем ключе. Она настоящая. Но она не спилена, она здесь растет всегда. В горячем ключе, кстати, тоже было некоторое время, наряжали живую елку. Но потом решили, что гораздо проще поставить рядом искусственную елку. Мы медленно перешли в еще один скверчик. Народу здесь много. Если говорить про автовокзал, то он здесь находится недалеко отсюда, вот в ту сторону, рядом с рынком. Вот, по сути дела, мы в центре находимся. В отличие от горячего ключа, в Апширонске есть кинотеатр. Называется Юбилейный. Ну, а стадион в Апширонске гораздо больше, чем в горячем ключе. Смотрите, какой он большой. В 볼ей. По сути юбилейный. Соответственно, в день огурцал.